Так, ну что, мы добрались. Вот один из наших номеров. Мы уже запустили лунную маху. Сами только вот заходим. Сами еще не видели. Сейчас вместе с вами посмотрим. Так, ну и здесь вот две кровати, две тумбочки. Очень холодно, кондиционер работает. Боже, у нас есть балкон. Ой, у нас еще вода стоит. Вода. Алис, у нас есть балкон. Туда хоть можно выйти, да? Да, я хочу. Класс, как классно. О, и кулечки. Там можно и пообедать. Пообедать там можно? Обедать в столовой нужно. Боже, какая прелесть. Смотри. Номера не рядом, собственно? На одном этаже, но не рядом. Так, ну что, посмотрим. Ну, тут балкончик малюсенький, но все равно приятно, что он есть. С бокалом для нас посидеть приятно будет. Да. Вот, и тут соседний балкончик. Но это не наш номер. Сейчас пойдем дальше наши номера смотреть. У нас еще. Так, Луна, давай я с тебя... Давай ее разденем. Луна, ты полежать, Алисочка? Да, ложись. Сейчас температурку будем мерить. Да, мам, я полежу. Ложись, котик, ложись. Сейчас я Луну освобожу. Так, смотрим вторую комнатку. О, вторая комнатка мне по расположению ближе, потому что мы сюда же головой спали. И там мы, наверное, пойдем в эту комнатку жить. Да, Алис, тут будем? Нет. И где Луна и Маха? Так мы сюда Маху заберем. И Луну. О, и шкаф. А там я что, шкаф не заметила? Или там его не было? Наверное, я не заметила. А ванная комната, кстати говоря. Ванная комната, смотри какая. Тебеде, унитаз, полотенушки над ними. Умвальничек. Здесь будем жить. Но только нам нужно всегда перенести Луну и Маху. Луна будет с Катюшей. О, и ванна. Ну, похоже, как там, кстати. Даже занавески такие же. А ну, да. Не, поменьше ванна здесь маленькая. Поменьше. Ну, ничего. Так в целом все очень похоже. Мама. А, единственное, что мне не нравится, это стеклянная дверь. Куда ты там провалилась? Встань оттуда. Мне не нравится стеклянная дверь, потому что, не дай бог, ее разбить. И мне не нравится, что вот на голову капать будет, когда сохнуть что-то будет. Так, и последняя комната у нас аж в самом конце находится. Телевизор. Чего я там телевизора не заметила? Я не помню. О, здесь по-другому располагается вообще. Вообще другая ванна. А сама ванна больше, нет? Не, ванны все стандартные, наверное, такие чуть-чуть уменьшенные. Вот. И здесь, о, как у нас было. Сушка над ванной. Вот этот вариант мне больше нравится, чем сушка над беде. Унитаз здесь стоит, а беде здесь вообще нет. И балкончик тоже есть, да? Да. А ну, давай глянем. Не, не тяни занавесочки только, Алис, не дай бог сорвешь. Так. О, а балкончик... А балкончик здесь угловой. После него ничего уже нет. А балкончик вообще. Ударилась локтем? Да. Вот такая вот третья комнатка. Вот что-то мне кажется, что здесь будет жить... А, ну хотя, наверное, бабушка здесь будет жить. Я хотела сказать, мне кажется, что здесь будет Катя жить. Нет, здесь не будет жить бабушка. Она будет с нами. А здесь, получается, шкаф. И после шкафа еще идет как бы удлиненная обшивка эта. А ну, стой, да, посмотрю, какой шкаф. Ага, здесь чтобы весь... Где здесь свет зажигается, дочи? О, вот. О, свет, конечно. Мама! Да, Занька, сейчас посмотрю. Ты уже туда влезла. Закрой. Сейчас закрой и заодно посмотрю. Вторую половинку. Ага, вторая половинка вот такая вот шкафа. Тоже есть одеяло, кстати, очень похоже на то, что там сейф. Все, Алис, я тебя открываю. И пойдем. Надо выбрать себе комнату. Сейчас с папой посоветуемся. Я хочу пать в комнату. Ну, я, скорее всего, думаю, что мы во второй будем комнате, в средненькой. Так, меня Алиса тащит посмотреть бассейн. Прямо рядом с нами бассейн находится. Вау! Он на улице? Алиса, ты не будешь купаться? Ты болеешь? Не, больно. Ну, такой небольшой бассейнчик. Разрешили посидеть и просто ноги опустить в воду. Очень хочется. Очень просится. Ох, тут бомбочкой дети ныряют. Все, застряли мы. О, у кого-то номера с видом на бассейн. Что, Кость? С 10 до 8 вечера. С 10 до 8 вечера? Ну, он такой маленький, если сюда полезет весь отель детей. Алис, пойдем, обустроимся. Пойдем. Алисочка, ну тебе выздороветь надо. Слушай, Кость, знаешь, что странно? Я так хочу покупать бассейн. Странно, что вода ни капельки хлоркой не пахнет. Мы успели на обед. Мы вот едим совесть и котлетки. И картошечка по типу фри. Вкусно? Наконец-то котлетки, да? Да. Здесь столовая. Очень много картин в себя вмещает. Такая немножечко другая. Стоит масло у каждого. Это оливковое, да? Да. Оливковое масло. Ну и сбоку. Вон там можно чай налить. А ты и мамы там картины. Да, и там картины. Такая вот столовая. Алис, вот морковочку бери, хорошо? Такой вот горошек, такую зелень. Алиса не очень, а морковку любит. Кто болтает ногами, когда кушает? М? Я. Не надо, зайчка. Сиди тихонечко. Почему? Засиделась в больнице ужасно. Лизка уснула. А я тут в ванной дверь изучаю. Блин, мне так стрёмно. Я не знаю, она так как-то закрывается. Ну вот она стеклянная. И тут ещё что-то... Что-то такое торчит. Будем надеяться, что держится она хорошо. Не знаю. Не люблю я стеклянные двери. Мой бедный болеющий зайчик уснул. Маха ходит, изучает местность, мяукает. Ей не нравится, что мы перебрались. Я пытаюсь видео вам выгрузить. Я открыла балкон, чтобы воздуха сюда побольше зашло. Тут пахнет всякими ароматизаторами, а то, знаете... Посмотрите, что дали Косте. Чтобы вещи не тянуть сто раз, не ходить, ему дали такую тележку для перевоза вещей. Увидел через окно всё наше богатство. Слушай, да не одни мы такие? Вон там, посмотри, какая сумка стоит. Налево загляните. Ты посмотри, какого размера сумка. Как все твои вещи. У нас с одеждой тоже. Алиса, кстати, уснула. Спит. Да и сейчас и надо поспать. Мы пока решили все вещи занести к бабушке, а потом будем разносить их, разбирать и разносить по своим комнатам. Мы ещё не выбрали себе комнату, и тому есть одна очень неприятная причина. Ну да. Капает. Луна, луна. Она ещё сильнее капала. Сейчас ещё не сильно. Да, туда прям текло. Сейчас капает, да. Всё мокрое. О, какое мокрое. Ой, ужас. Ё-о-о. Короче, в третьей комнате проблема в том, что потоп и вообще нет электричества. Но оно было. Судя по всему, из-за того, что что-то потекло сверху. Ну, что вышибло свет явно из-за того, что потекло. Это чтобы никого током не ударило, наверное, делается так. Поэтому мы до сих пор себе комнату не выбрали ещё. Сюда пока с Алисой не можем, потому что Света нету. Ой, Луна так пить хотела. Ледняжка. Я знаю, но ещё хотела. Луна привыкает к Кате. Она уже даже скучает, когда я ухожу. Бабушка, если не осталась, я ушла на скуд. Луночка. Скажи, всё? Всё, Настя. Хорошая тележечка. А, у них ещё есть, кстати, тут грузовой лифт. Вот что прикольно. Ну, это тележка ещё два. Да. Всё, починили. После того, как починили, вы можете сами убедиться, что здесь очень даже красиво. В этом номере. И я вот не знаю. Мне очень нравится, что полотенцесушитель висит сбоку. Я уже говорила. Но мне не нравится вот этот зелёный ободок умывальника. То есть белый мне нравится гораздо больше. А мне уже всё нравится. Кате уже всё нравится. Сначала я тоже зашла. И мне это... Ну, не то, что не понравилось, просто непривычно было. Сейчас тут хорошо. Я вот захожу в эту комнату. И, представляете, у меня кружится голова. Чисто из-за того, что вот стена идёт неровно. Она идёт вот так вот немного наискосок. Но в целом эта комната больше. То есть она шире. Здесь помимо тумбочки и стола ещё есть кусочек места до балкона, который можно использовать. И поэтому мы ещё пока не решили, кто всё-таки где будет жить. Но сам балкончик тут малюсенький. И пока Костя все вещи да заносит. Он, кстати, наверное, уже занёс, потому что долго его нет. Я думаю, он паркуется. Я спускалась ему помогать. Он сказал, Женя, не надо, в больницу. Я думаю, что он паркуется сейчас, да. Ну, в общем, нам надо решить. Или нам переходить в эту комнату с Алиской, поскольку здесь больше места. Но балкончик маленький. Я говорю, тут вот насколько больше комната, да, взять вот этот кусок, на который она больше, настолько меньше балкончик. Ну, что, понимаете, вот этот балкончик, он как бы больше на одного человека рассчитан. И мне кажется, что если Катя будет жить в этой комнате, ей, ну, на этом балкончике будет прекрасно, шикарно. Вот. А если мы в той комнате останемся, то на том большом балконе я могу Алисе прям комнатку сделать. Я могу ей что-то застелить на полу, она будет там играть. То есть это плюс тоже место. То есть, да, эта комната, она, несомненно, больше. Но меньше балкон. Мне кажется, это в целом не солнечная сторона. Это очень хорошо, если так, да. Вот, так что, короче, я говорю, сейчас мы пока Алиса уснула в той комнате, Катя поспит здесь, а потом будем решать уже, кто в какой живет. В целом, Кате уже и здесь понравилось. Папа сюда хочет. Ему он говорит, что нам тут больше людей. Думаешь? Я думаю, что мы привыкли, мы ведь тут и я там в крови. Да, подожди, а где-то здесь вообще унитаз-то? А, он вот тут. Да, тут беде, я точно вспомнила. Так, я пошла к моему спящему птенчику. Сюда Костя тоже занес немножко вещей, потому что у бабушки захлопнулась дверь. Сквознячок. Но так-то пока все вещи у бабушки. Ну, вот эта комнатка, вот видно, что она меньше, да, но зато она ровная. Я захожу, у меня голова не кружится. И балкон, ну просто шикарный балкон. Я же говорю, я могу прямо сделать из него для Алисы отдельную комнатку свою. Я его хорошо вымою, все тут. Можно завесить даже вот это вот пледом, допустим. Чтобы, хотя будет темно тогда, наверное, не знаю, можно не завешивать. И можно его тут поставить что-то, застелить, и она будет играть. Будет шикарно. И я, в принципе, тут расположилась монтировать. Вот так занавесочкой закрываюсь, ну, от балкона сажусь. И мне очень даже удобно и хорошо. То есть я не лежа это делаю, прикиньте, я сидя монтирую. Вот. Вот так вот. И тут еще есть что-то. А, кстати, тоже удобно, что вот эта вот вся литература, она висит. То есть если она тебе не нужна, она себе так и продолжает висеть. Потому что там, в том отеле, у нас вот это все на столе там стояло. Ну, таблички эти. Я все время мешалась, не знал, куда деть, боялся потерять. Тут еще какие-то карточки запасные, что ли. Это круто, если так. Либо для света. Я видела тут для освещения карточки тоже. Так, поскольку наша Нинья болеет. Нинья – это ребенок по-испански. То мне разрешили взять ужин ей в номер. Представьте себе. И я покажу вам сейчас, что на ужин сегодня было. Вот макароны с мясом. Вот это, я так понимаю, курица. Ну, я не ела курицу, но я знаю, что Алиса ест курицу. Вот это рыбка, обжаренная такими кусочками. И горошек. Алиса что-то сразу за булочку схватилась. Она только проснулась. Она горячая. Ну, в общем, не хочу я ее в скопление людей везти все равно. Бактерии, не бактерии. Ну, как-то я считаю, что пока человек болеет, пусть он будет дома в постели и не лазит везде, где скопление людей. То, что пришлось переезжать, пришлось ехать, ну, это пришлось. А если выбор есть, то, конечно, лучше не ходить. Вот, так что сейчас буду ее кормить. А то она сейчас наедется в булочке. Вилочку бы нам найти. Не ложечку, а вилочку. Мы же еще ничего не разобрали вообще. Заходи, бабушка, заходи. Видишь, какие честные комнаты, что не разумеется. Ну, так тут же вещи стоят, конечно. Привет. Ты не спалась? Да, только проснулась. Сейчас будем мерить температуру. Горячая. Очень горячая. Я принесла эту сумочку, кроме ее этих, вот есть. Ага, хорошо. Что такое, Доч? Душно тут, Лена, так нельзя. Я знаю, открывай. Мы закрыли, когда она спала. Шумно, знаешь, как шумно? Я знаю. Тоже потому и закрыли, чтобы она поспала. Ну, она тогда слабенько... Господи, Маха, она пугала. Вылезла и в меня носом ткнулась. Я уже подумала, змея какая-то ползет. Маха, разве можно так пугать? Махачка, маху. Так, ладно, покушаем. Мы, наверное, будем пить антибиотик. Мы его уже купили. Вот, его еще надо будет разводить с водой. Там порошочек. Все, я кормлю Алиску. Продолжение следует... Продолжение следует...